На принципе деление напряжения основан простейший из всех структур ЦАП, не считая отмеченного ранее двухпозиционного переключателя. И называется он делитель Кельвина или ЦУК. n-разрядная версия делителя Кельвина состоит из двух в степени n равных по величине последовательно соединенных резисторов и такого же количества ключей, по одному между каждым узлом цепи и выходом. Выход организуется замыканием одного из ключей, подключенных к соответствующему ответвлению после декодирования n-разрядных данных. Рассмотрим пример трехразрядного делителя Кельвина. Здесь появляется новое незнакомое слово дешифратор. Разберем, что это такое, но сначала скажем, а что такое шифратор. Шифратор по-английски энкодер – логическая схема, имеющая два в степени n входов S0, S1 и т.д. до S2 в n-1. И n выходов Z0, Z1 и т.д. до Zn-1. Если на итый вход с итый подать единицу, а на остальные входы 0, то выходы Z0, Z1 и т.д. Zn-1 будут кодировать число i. Дешифратор, по-английски декодер – логическая схема, имеющая n входов. S0, S1 и т.д. до Sn-1. И два в степени n выходов Z0, Z1, Z2 в степени n-1. На все выходы подается 0, кроме Z этого выхода, на который подается единица. Здесь i – это число, которое закодировано входами S. Без паники, сейчас все станет понятно, когда вы взглянете на эту таблицу. Она подходит для описания работы как шифратора, так и дешифратора. Все зависит только от того, какую часть мы рассматриваем как вход, а какую как выход. Слева направо – дешифратор, справа налево – шифратор. Суть дешифратора заключается в том, чтобы с помощью n входов задать выход, на который будет подаваться 1. На схеме видно, что дешифратор нужен, чтобы замкнуть единственный из 8 возможных ключей. Обычно это обозначается чертой и стрелочкой и подписью на ключи. Под 1 для примера на цифровой вход 1-0-1, что соответствует числу 5 в десятичной системе счисления. Дешифратор преобразует 1-0-1 в 0-0-1-0-0-0-0-0. То есть единица будет в пятом разряде. Практически это значит, что будет замкнут пятый ключ. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Этот ключ будет замкнут. Так как ток, идущий через все восемь резисторов, равен Vref на 8r, то напряжение на выходе в данной конфигурации будет составлять uvout 5 восьмых Vref. Легко заметить, что если подать на входы все единицы, то на выходе получится 1-1-1, на выходе получится 7 восьмых Vref, потому что будет замкнут седьмой ключ. Если же подать все нули, будет замкнут первый ключ и на выходе мы получим 0. Давайте на практике убедимся, что ЦАП работает так, как мы только что описали. Соберем на макетной плате двухразрядный делитель Кельвина. Для этого нам потребуется 4 резистора, 2 провода, мультиметр, который мы будем использовать вместо ключа, и источник питания, в данном случае малинка. Приступаем к сборке схемы. Подключаем малинку к электрической сети, коричневый провод к земле, желтый к 3,3 вольтам. Последовательно размещаем резисторы по 1 мегаомму на макетной плате. С одного края подаем питание, с другого размещаем землю. Берем мультиметр. Черный щуп устанавливаем в разъем рядом с землей. Красный щуп используем как ключ, переставляя его между резисторами. Замыкаем условный нулевой ключ. Мультиметр показывает 0 вольт, как и ожидалось. Переходим к первому ключу. Значение напряжения должно равняться четверти от 3,3 вольт. Из-за погрешности порядка 1,1 вольта на мультиметре значение чуть меньше 825 вольта. При замыкании второго ключа мы находимся на середине диапазона полной шкалы. Последний третий ключ это примерно три четверти от 3,3 вольт. Ура! Практический результат совпал с теоретическим. Нарисуем график. По оси абсцесс отложим значение цифровых десятичных кодов в порядке возрастания. По оси ординат, соответствующие им напряжение. Как мы видим, зависимость получается линейной. Передаточная характеристика, то есть зависимость выходного сигнала ЦАП от входных данных, может быть записана как v и t равно i делить на 2 в степени n умножить на v ref, где i меняется от 0 до n-1. Шаг квантования, иначе разрешающая способность, то есть величина напряжения, соответствующая одной единице цифровой информации, находится здесь. В случае трехразрядного делителя с опорным напряжением 3,3 вольта она равна 3,3 делить на 2 в степени 3, то есть 0,4125 вольт. Пока что мы рассматривали отдельные коды, которые однократно подаются на ЦАП. Но в реальности поток информации очень велик, и новые данные приходят одни и за другими. Поэтому еще одной важной характеристикой цифроаналогового преобразователя является быстродействие. Оно определяется как максимальная частота, с которой можно изменять код на входе ЦАП, получая при этом корректный результат на выходе. Измеряется в герцах или в выборках в секунду. Все перечисленные ранее характеристики относятся не только к данному виду ЦАП, поэтому запоминайте, они вам еще пригодятся. Перейдем к одной из стандартных схем, на которой строится N-разрядный ЦАП с использованием 2N резисторов. Именно такая схема находится на учебной плате. На ней мы будем практиковаться и учиться переводить цифру в аналог. Как же выглядит R2R ЦАП? Рассмотрим схему трехразрядного R2R ЦАП. Цепочка R2R составлена из последовательно включенных одинаковых сопротивлений R. Из мест соединений опущены сопротивления величины 2R к земле или источнику напряжения, в зависимости от положения ключа. Мы уже умеем рассчитывать напряжение в делителях. Здесь принципы те же. Можно посчитать, если ключ нулевого разряда установлен в положении 1, а все остальные в положении 0, то напряжение на выходное будет равняться V умножить на 1 восьмую. Если ключ первого разряда установлен в положении 1, а все остальные в положении 0, то V выходное будет равняться V умножить на 1 четвертую. Если ключ второго разряда установлен в положении 1, а все остальные в положении 0, то V выходное будет равняться в умножить на одну вторую что будет если теперь замыкать не по одному ключу подавать комбинации на вход результат воздействия ds на несколько входов будет равняться сумме воздействия на каждом отдельно входе то есть вы будет равняться b умножить на а нулевое на одну восьмую плюс а первое на одну четвертую плюс а второе на одну вторую где а это равно единица если соответствующий ключ к этой находится в положении 1 и а это равно нулю если соответствующий ключ находится в положении 0 то есть замыкая различными способами ключи к 0 к 1 к 2 или под другому говоря подавая на вход трехбитное число а 2 а 1 а 0 мы можем получить два в третьей то есть восемь различных значений выходного напряжения подадим в цап все тот же код 101 тогда получится на выходе 5 восьмых от в я думаю вы догадываетесь что делитель кельвина r2r являются не самыми надежными цифроаналоговыми преобразователями поскольку для этих схем требуется слишком много одинаковых резисторов почему эта проблема если взять два резистора с одинаковым номиналом и соединить их в виде делителя напряжения то на выходе напряжение будет немного отличаться от теоретического в пополам реальные резисторы всегда имеют погрешность обычно она указывается прямо на резисторе в виде полосочки определенного цвета погрешность становится особенно критичный когда разрядов цап настолько много что разрешающая способность составляет сотые доли вольт как вы понимаете для корректной работы цап погрешность резисторов не должна превышать одного шага цап иначе мы не сможем отличить соседние значения друг от друга для 12-битного преобразователя один шаг равен 1 поделить на 4096 то есть погрешность не должна превышать две десятитысячных процента реализовать на практике это очень непросто на учебной плате в области датс располагается матрица резисторов r2r наш цап восьмиразрядный то есть мы можем получить 256 различных уровней напряжения это достаточно простой и наглядный цап для учебных целей конечно в реальности для практических задач используются более сложные схемы но для того чтобы разобраться в идее цифра аналогового преобразования это отличный вариант